видео обзоре мы с вами рассмотрим экспортер люкс рендера версии 0.8 для графического микс пакета blender 3d на данный момент эта версия 2.6.1 ранее мы с вами в другом видео обзоре рассматривали простенький экспортер для версии 2.49b но с тех времен изменилось довольно многое как худшую так и в лучшую сторону видео обзор также будет поделен 60 на 40 40 процентов времени покидаем сплетни о так называем суслики новом физическом рендер-движке для блендера серии 2.6 и окончательно рассмотрим новую интеграцию экспортера состав блендера 2.6.1 динамика разработки блендера начала меняться после версии 2.49b за это время можно отметить как большие успехи так и глобальные поражения одно из них это устремленное направление к майя подобному развитию очень много от майя позаимствовано то есть если мы имели ранее простой написанный на питоне скрипт который всегда можно буквально за 30 секунд модифицировать под себя то на данный момент мы уже имеем встроенный экспортер графическая поддержка непосредственно для блендера плюс это или минус решать конечно вам open source of всегда юзабилен либо принимайте как он есть на данный момент либо берите в руки компиляторы и подгоняйте под себя предварительно перед осмотром экспортера для люкс рендера версии 0.8 хотелось бы сделать небольшой плевочек в сторону суслика после первым его знакомством очень сильно не порадовал целенаправленный шаг в сторону куды поскольку к примеру подвеска шейдеров версии 1.2 как пишут разработчики суслика уже поддерживаться не будут но есть сборки прям от версии 1.0 но настолько не тормознутые не изаюбельные что в принципе они совершенно не нужны в многом суслик напоминает то же самое люкс рендер и чтобы урезать видео обзор можно сказать прямо зачем использовать велосипед если у нас уже есть полубыстрый мотоцикл конечно за определенное время суслик еще разовьется как подпетит плюсы так и минусы но и люкс рендер не будет стоять на месте в чем пользоваться можете убедить себя что для каждой цены есть свой рендер движок можете убедить себя в чем-то другом но для конкретного примера также еще можно привести ситуацию с unity который недавно был интегрирован в ubuntu можно сравнить также и сусликом то есть небольшой напильничек в виде панели для дома хозяек тыкнул получил также и суслик небольшой напильничек для блендера то есть чтобы не вдаваться более профессиональные настройки и подробное изучение допустим просчетов лучей можно нажать довольно простую кнопочку для быстрого рейдинга в режиме реального времени соответственно еще и с поддержкой куда но к сожалению поддержка куда еще не отточена опционально в режиме экспериментального экспериментальной ветки довольно сильно конечно притормаживает но поддерживает любую куду также предупреждающая надпись появляется в консоли о возможности переполнения памяти и возможности подвисания системы как говорят некоторые уже тестировщики и основные пользователи суслика даже gtx g4 gtx серии 260 уже сама недостаточен поскольку мало оперативной памяти в самой видеокарте поэтому своеобразные частые вылеты и разные неприятные вещи как мы и ранее с вами обсуждали даже в прошлом месяце делали заметку по экспортеры для люкс рендера все довольно просто есть на люкс рендер вики все подробно описано вплоть до манипуляции в гуи интерфейсе экспортера для люкс рендера на данный момент существует для люкс рендера 08 ссылочка на закачку стабильного экспортера и для разработчиков интеграции под операционные системы windows xp windows 7 macos и соответственно люнок но поскольку мы с вами работаем с операционными системами данном видео обзоре люкс то соответственно и будем разговаривать на данную тематику очень небольшой архивчик скачанного экспортера можно скачать уже готовый сам движок непосредственно люкс рендера в нем уже будет соответствовать двум веткам 24 простой скрипт который весит всего 567 байт и новый экспортер по 2 252 не пугайтесь ничего страшного который уже весит 1 мегабайт вы получите небольшой такие папочки работчики материала разработчиков и скрин папку который как посредственно вход папку пользователя blender 261 скрипт донс и люкс рендер то есть там все тут включаем в интерфейсе пользователь тройки переходим во вкладку аддоны и соответственно во вкладку рендеры увидим интегратор рендера соответственно и включаем выпадающим меню получаем соответственно переход на люкс рендер как видим что и в прошлом видео обзоре ничего сложного и все намного возможно на данный момент все упрощено чтобы сэкономить наше с вами время перейдите на люкс вики либо еще раз посмотрите наш первый видео обзор касательно экспортера версии 2.49 б почитайте сторонние сайты сторонние мануалы чтобы немного освежить вашу память в данном видео обзоре мы опять рассматривать каждый пункт отдельно не будем лишь пробежимся по новым меню и так при переключении вкладки на люкс рендер мы попадаем стандартное меню как и интернала переключение на дисплейное отображение конечного изображения в данном случае выберем новое окно настройки разрешение самой картинки кадры поворот и прочее выход соответственно желательно в отдельную какую-нибудь папочку нестандартную потому что там будет два файла и одна папка которая будет содержать все необходимый материал соответственно расширение изображения вывод канала компрессия тукс рендер движочек немного он тут изменен характерно эта особенность понравилась имеем возможность добавлять какие-то определенные настройки под своим именем чтобы постоянно не щелкать по всем вкладках имеем возможность переключения на гибридный движок кпу и gpu но в данном примере да давайте его смотрим прямо сейчас при переключении на гибридную графику к сожалению в интеграторе он работает со следующими настройками это путь и он только в этом случае будет происходить гибридный рейдинг в других настройках интегратора он работать не будет об этом написано на ветке разработки форума люкс рендера это касается и ново разрабатываемой версии 0.9 вроде как оно так все и останется но это небольшое отступление мы с вами будем рассматривать стандартный рейдинг традиционный через кпу компьютера видим также вкладку настройки запускать ли гуевое окно люкс рендера в нашем случае мы его запускаем оно более удобное но также можно и перейти в люкс консоль чтоб не запускай гуевый материал непосредственно путь до папки где находится сам движок для автоматического подхвата в данном примере на данном компьютере стоит старенькая geforce 6 600 с третьей памятью поэтому соответственно используется не opencl движок но на данном примере ранее такого не было здесь стоит экспортер для дыма его можно включать можно не включать соответственно по вашим меркам мышь по умолчанию бинарный play либо люд люкс рендер мэш но play давно удобней для особенно для сетевого рейдинга непосредственно экспортер запускать рендеринг монитор и подхватка автоматически ядра компьютера можете указать вручную может и сделать авто насколько мы пользовались он никогда не отшибался также просмотрим логов можно заняться по умолчанию не особо он важен поскольку в гуевом оболочке мы всегда можем рассмотрим подробно рассмотреть логи далее переходим в сэмплер тут осталось то как и есть дополнительная настройка метрополис ну и соответственно рандом и прочие методики также интегратор остался по умолчанию с теми же настройками количество прохода лучей включаем включаем как видим все так же осталось прошлого экспортера дополнительные фланги по интегратором по фильтром по акселератором которых тут всего два соответственно вывод дебага более заинтересует разработчиков и тестировщиков рендер сеть через сеть в нашем случае мы используем через гуевую оболочку сразу видим что соответственно что касательно непосредственно люнекс рендера его движка остается не именно те вкладочки которые он использует и которые нам нужны настройка сцены мира мы видим настройка мира почему-то ранее в прошлом скрипте упрощенным для версии 2.49 б было более гуманная но в данном примере в данной версии экспортера будем считать что она тоже гуман ранее при включении первом экспортера ее просто не будет вам надо обязательно нажать на добавление нового экспоната в стиле света как мы видим мы можем выбрать отображение раньше по дефолту стоял а rstr также можно его поставить степени ор и абсорбия по цвету также как и положено в люкс рендере это добавление и распределение света на группы далее управление непосредственно источником света пути для постобработки как видим мало что изменилось отображение sun sky либо только солнце либо только небо настройка теней по сэмпловке можно нажать кнопочку дополнительную для отображения диска солнца притемнения затемнения горизонта уровень свечения и размер свечения все как положено как и в прошлом версии по материалу в каких-то особых характеристик и изменений не произошло за исключением можно использовать базу данных люкс рендера вот мы видим сколько в базе имеется совсем чуть-чуть также мы можем добавить и можем закачать ранее в первой версии скрипта это было не совсем удобно но тут это более юзабильно для пользователя то есть как и ранее можно рассмотреть конвертацию стандартного материала блендера загрузить материал и сохранить материал воспользоваться встроенный в движок материалом который мы обсуждали ранее давайте выберем матовый допустим эмиссия альфа каналы и непосредственно материальчик работа с текстурами ну и соответственно физика как видим все так же осталось все довольно просто и в самом конечном итоге нажимаем кнопочку вот запустилось окно и соответственно происходит рендерик наши с вами сцены в интерфейсе гуевом пока ничего не изменилось также работаем с версией люкс рендера 0.8 уже появилась стабильная разрабатываемая ветка версии 0.9 ее можно скачать с официального форма свободно протестировать почитать о изменениях есть скомпилированные готовые движки для всех операционных систем от виндовса и до mac os в конечном итоге наш с вами результат также выводится в графический обработчик блендера где мы можем сохранить подрезать или обратиться непосредственно к той папке в которую он был сохранен в принципе на этом все спасибо за внимание всего доброго до свидания им 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 Продолжение следует...